Ну вот и вы сейчас, кстати, в своей последней песне «Скандал» тоже принимаете вот эту женскую тему. Но он же в баре сидит один, что-то там пьет и решил меня набрать. В смысле? Продолжай сидеть один. Это об этом эта песня. Этот посыл какой-то вы еще закладывали? Этот посыл, что ты должна знать себе цену. А это нормально, знать себе цену. Я не думаю, что в культуре у вас есть, что женщина не знает себе цену. Не должна знать себе цену. Опять же, теперь вопрос не национальной культуры, а в принципе у нас в обществе... Ну это же все закладывается. Проблема, да. Знать себе цену. Что это такое? Это не гордыня, вернее. Это гордость, но не гордыня. Это разные понятия. Знать себе цену. Но есть вещи, которые непозволительны, потому что это нарушает твою ценность. Твой... Тебя как индивидуум, личность. Вы также говорили о том, что хотели бы, чтобы у вас была дочь. Ой, как раз. И вот как бы вы ее воспитывали, вот исходя из техсловий, и к чему бы вы ее учили, и в проявлении какой позиции? Так. Ну, учить ее. Пока я ее вижу маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове. То есть, если говорить про проекцию мечты. Да. Вот. Да, хотелось бы. Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Ну, что бы вы вложили? Вот говоря о защите, может быть, о каких-то таких вещах, условиях выживания. Хорошо. Давайте так. Тогда это будет совет телезрительницы. Да. Хорошо. Я тоже. У меня дочь. Я не знаю, как воспитывать сына. У меня нет сына, да. Но я воспитываю дочь. Я думаю, мы бы много говорили о гибкости, как тире, гибкость, как власть. И власть, как гибкость. Вот мы много бы говорили об этом. Это, может быть, когда-нибудь я соберусь писать что-нибудь женское такое. И я бы написала, что гибкость, как власть. Это заголовок. Желаю вам тоже, чтобы эти разговоры случились. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.